Приветствую вас, друзья! На связи с вами снова я, Сергей Куликов, он же Моряк, и это сайт Фокусы от Моряка. В этом видео мы с вами будем делать очередной обзор очередной колоды от Дэниэля Мэдисона. Эта колода называется Kings, Kings White, то есть Белые Короли. Прежде чем мы начнем этот обзор, я хочу отдельно поблагодарить моего подписчика Егора, который живет также со мной в Саратове, который предоставил эту колоду мне для обзора. Егор, если ты смотришь, отдельное спасибо. Ну что ж, не будем тянуть время, переходим и глядим. Ну что же, друзья, давайте посмотрим на эту колоду. Эта колода была создана совместно с Дэниэлем Мэдисоном и его другом Питером Макинонным. Как обычно, колода сделана в стиле минимализма, то есть Мэдисон у нас любитель стиля минимализм. И та и та же колода у нас не исключение. Как мы помним, если кто-то не знает, то Дэниэль Мэдисон позиционирует себя как шулер. Ну то есть человек, который очень много и часто играл, то есть он этого не скрывает. И любитель применять всякие шулерские техники и шулерские приемы. Так вот, эта колода тоже сплошной шулерский прием, а именно она крапленая. О системе крапа я рассказывать вам здесь не буду. Но тот, кто купит эту колоду, в принципе, поймет очень быстро. Там, собственно, понимать нечего и так все понятно. Колода эта задумывалась, точнее вот коробочка, сама коробочка такая, как вы, наверное, уже заметили, пока я вращаю. Она сделана полностью в таким золотистом цвете. Единственное, что здесь вот так вот выдавлен меч и топор. Как бы оружие королей, да? Ну, не только королей. И полностью со всех сторон она такая вот золотистая. Здесь написано сбоку, такая вот надпись у нас Think Like Kings. Здесь адрес, где колода выпускается. И здесь надпись Life Like Kings. Вот такая вот коробочка. То есть задумывалась она именно, как такой слиток золота из сокровищниц королей. Ну что же, давайте откроем ее, посмотрим, что она у нас себя представляет внутри. Коробочка сама такая жестковатенькая, скажу я вам. Чуть-чуть пожестче, чем коробка байсиклов стандартов, например. Итак, значит, сами карты. White Kings. Первым делом здесь идут две гав-карты. Это у нас, как обычно, полюбившиеся уже всем нам даблбэк-карты. И специальная гав-карта для фокуса Angel Z. Известного фокуса Дэниэля Мэдисона с оторванием уголочков. Итак, вот две такие карты у нас присутствуют. Теперь давайте глянем рубашку. Рубашка у нас представляет собой набор. То есть у меня здесь вот получается раз, два, три, четыре, пять, шесть рядов. И четыре столбца со скрещенными вот этими мечами и топорами. Очень внимательный человек. Сразу поймет, в чем здесь маркировочка состоит. Понять ее труда не составит. То есть сама рубашечка такая вот белая. И здесь не нанесены такие вот черно-белые рисуночки. Мечи и топоры скрещены. Окей. Давайте посмотрим, значит, саму колоду. Здесь идет два Джокера. Два Джокера у нас представляют собой как раз вот этот вот меч и топор. Такие вот два Джокера. Туз Пик. Туз Пик это такой вот туз, который был придуман специально для королей. Что в Black Kings, что в White Kings, что в Blood Kings. Используем вот именно такое вот изображение, пиковый мастер. То есть она как будто бы разрублена мечом. Вот такая вот надпись. Think like things. Вот такой вот пиковый туз. Далее. Сами карты, сами индексы сделаны здесь классическим образом. То есть все шрифты у нас классика. Черный цвет также классика. Ничего здесь не затемнялось. Изображение старших карт, значит, где классика, а где друзья Мэдисона. То есть вот, например, пиковые карты. Это классика. Далее пошли, смотрите, у нас бубновые червовые масти. То есть красные карты. Но здесь они очень сильно затемнены в сравнении, например, с классикой. На мой взгляд, это минус. Не знаю, как вам, мне лично не нравится, что вот эти черные, они почти черные, почти такие же, как вот, например, пиковый. Такой прям темно-темно-темно прям краповый цвет. Я бы все-таки, наверное, сделал поярче. Ну да ладно, это дело Мэдисона, конечно. Вот такие вот карты у нас красного цвета. То есть такие же шрифты, то есть ничего не изменено. Здесь вот бубновый валет. Это тот же самый валет, да. А вот дама уже другая. То есть дама это уже, насколько я помню, жена Мэдисона. Бубновый король это сам Мэдисон. Далее король крести классика, дама крести классика, валет крести классика. И также червовые карты. Червовые карты точно такая же цветовая гамма. Точно так же они затемнены. И классические изображения вальта черви. Дама черви не классическая. Это жена как раз Маккиннена. И король черви это, по-моему, сам Маккиннен. Вот такие вот, собственно, эти вайткинги. Что касается самого качества материала, друзья. Карты жестковатые. Заметно жестче, например, чем бишки, например, или чем байки стандарты. Заметно жестче. Но это, как бы, матерому кордисту, конечно, не помеха. Все мы работали, наверное, ноги работали с ногами. Если кто-то с ногами работал, то с кингами это вообще управиться раз плюнуть. То есть карты хорошие. Сейчас скажу сразу. Они прочные. Вот чем они мне нравятся. То есть жесткость это, как бы, не есть плохо. Жесткость это даже очень хорошо. Штасуется хорошо. Раскладываются лентой хорошо. Веерятся тоже классно. Ну, в общем, Мэдисон, как обычно, сделал хорошую колоду. Ерунды он не делает. Ну, просто, опять же, это колода на любителя. Кто-то не любит минимализм. Кто-то любит, где много всяких рисунков, украшений, узорчиков. Ну, у Мэдисона этого нет. Вот такая вот колода, друзья. Мне лично она пришлась по душе. Единственный минус, который для меня минус. Я не претендую на истину в последней станции. Не говорю, что это вообще минус колоды. Для меня минус то, что красные цвета очень уж сильно затемнены. Ну, что же, друзья. Как обычно, всем тем, кому понравилась эта колода, и кто захочет ее себе прикупить, я оставлю ссылки на проверенные магазины в описании к этому видео. Так что можете смело покупать в проверенных магазинах и не бояться, что вас там обманут. Ну, собственно, по колоде все. На связи с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. И до следующих встреч на нашем судне. Пока.